Минфин предложил очередную корректировку бюджета. В расчет идет цена на нефть в 40 долларов за баррель, а также новые поступления и расходы. Правительство ждет притока средств от большой приватизации, увеличения акцизов на автомобильное топливо, расходы снизятся за счет урезания статей. В это время Единая Россия открыла пока неофициально предвыборную гонку, выдвигая лозунги не дадим экономить на людях, только мы можем снизить налоги, мы не КПСС и не допустим передела собственности и прочее. Указывая на официальные данные Росстата, партия власти уверена, что все будет хорошо, но реальные показатели экономики не так оптимистичны. О чем говорит новое изменение бюджета, как соотносится заявление единороссов и реальные дела, а также как это все отразится на имидже Единой России перед выборами, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, доктор экономических наук, экономист Валентин Катасунов. Я сказал, что в целом система порочна. Бюджет должен формироваться прежде всего за счет внутренних источников, а не за счет внешних источников. Формирование бюджета за счет внешних источников, ну это модель колониальной экономики, это очевидная вещь. Под прикрытием того, что у нас технистируется бюджет, начинаются разговоры о том, что нам надо проводить приватизацию, средства пополнения заходов. Это совершенно опустившийся человек, который не в состоянии работать, который не в состоянии поддержать свою семью, он будет выносить из дома последние вещи и продавать их где-нибудь там на плаще за 10% реальной цены. Вот мне наше правительство с приватизацией напоминает такого опустившегося человека. Это правительство, оно в принципе не понимает, как надо решать эти задачи и наносит страшный вред в том, что гипсидизируют своими разговорами миллионные аудитории. Реальные зарплаты, которые кое-где на уровне прожиточного минимума от манипуляций с бюджетом больше не станут. Гражданам необходима стабильность покупательской способности, а не познание в показателях экономики. Человеку не нужны эти нули. Человеку нужен набор конкретных товаров, конкретных продуктов. А покупательная способность рубля падает, и она падает гораздо быстрее, чем это фиксируется с центром ВВП, или с теми индексами розничных цен. Ребята из Росстата занимаются химией. Поэтому вот этот вот гипноз-цифр, он меня просто поражает. Я не пользуюсь этими цифрами. Единая Россия начала неофициальную предвыборную гонку под лозунгами «Не дадим экономить на людях, только мы можем снизить налоги, мы не КПСС, и не допустим передела собственности» и другие. Но те официальные экономические показатели, на которые опираются в партии, не отражают реальность. Да и отрицание той самой стабильности, которую вспоминают граждане со времен Советского Союза, не прибавит шансов на выборах. Народ плюется. Я уже слышал много посторонних по этому поводу. Более нелепой, более неудачной фигуры руководителя партии, чем «Недведев», трудно придумать. Даже если бы Яровая была бы, чтобы была партия, и то бы, наверное, отношение к партии было бы с более позитивной стороны народа. А «Недведев» — это просто пустой мир. Такое ощущение, что кто-то специально хочет навредить партии. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение»